Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы будем монтировать видеокарту компьютерную старенькую. Ее конечно можно выбросить, а можно попробовать сделать путем прогрева. Кулер на видеокарте крутится, значит на нее подается на питание. Посмотрим, что же показывает монитор. На мониторе полосы, кто говорит о неисправности видеокарты. Попробуем включить загрузку. Компьютер пытается загрузиться и на полпути зависает. Сначала необходимо снять видеокарту. Откручиваем винт в торце. В первую очередь снимаем кулер из видеокарты. До этого откручиваются два винта. Снимаем старую термопасту. После снятия системы охлаждения необходимо обратить внимание на текстолит, который должен иметь светло-зеленый цвет. Если он темный, значит чип был перегрет и возможно уже сгорел. Чип имеет по периметру металлическую рамочку, которую снимать при прогреве не нужно и флюс попадет под ножки чипа, потому что там есть небольшой просвет. Для полной замены шаров ВГА есть такой наборчик, состоящий из страфарета и самих шаров. Они имеют разный диаметр и размер. Поэтому в зависимости от родного размера подбираем запасные. В первую очередь нам понадобится инфракрасная паяльная станция для нижней части плат. В первую очередь необходимо установить видеокарту на инфракрасную паяльную станцию нижней стороной. Теперь необходимо включить станцию нижнего подогрева на 300 градусов в зависимости от применяемого сплава на плате и подождем около двух минут для равномерного нагрева. Температура 300 градусов цельсия достигнута. Теперь необходимо подождать около пяти минут, чтобы она достигла нагрева и не повело. Теперь необходимо взять флюс НС 559 и нанести его с двух сторон чипа. Две другие стороны не промазываем для того, чтобы оттуда выходил воздух, который будет вытесняться флюсом. Снимаем рамку металлическую, которая отклеилась от температуры. Эта металлическая рамка нужна для того, чтобы при нажиме системы охлаждения не было пережима главного кристалла. После этого необходимо взять паяльную станцию, выставить температуру 320 градусов Цельсия и приступить к прогреву чипа. Напомню, что в прошлом видео я прогревал северный мост платы обычным строительным феном и компьютер до сих пор работает. Так что это не самый плохой способ. Теперь необходимо приступить к прогреву подложки по периметру круговыми движениями в течение одной минуты на среднем потоке воздуха. Субтитры создавал DimaTorzok После прогрева необходимо выключить нижний подогрев и подождать полного остывания видеокарты. Видно, что идет легкий дымок от испарения. Теперь с помощью спирта протираем плату по периметру чипа. После этого необходимо нанести термопасту на чип для того, чтобы обеспечить хорошую теплоотдачу. Терапаста у нас HY510. Субтитры создавал DimaTorzok Наконец работа закончена и можно проверить компьютер, как он работает. Включаем. Полосы исчезли. Проблема решена. Вы посмотрели видео о том, как своими руками отремонтировать видеокарту путем ее прогрева. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok